Рада всех приветствовать! Сегодня готовлю рыбные котлеты. Вот такие чудесные, очень вкусные, быстро и просто. Для жаркого времени года это очень удобно, потому что они вкусные, даже холодные. Вот я разломила, они очень нежные и вкусные. Попробуйте, вам понравится. Приступаем к приготовлению котлет. Для рыбных котлет я взяла два ментая, таких крупненьких, он у меня зависел где-то кило 300. Филе разобрала и в блендере. Сейчас буду перемешивать. Я не хочу доставать мясорубку, честно вам говорю. И просто перебью его в блендере, этот ментай. Замочила три кусочка маленьких булочки, одна луковица, сухари для панировки, соль и черный молотый перец. И так вот это у меня будут котлеты. И одно яйцо я добавлю в фарш. И так сейчас перебью рыбу. Вот я все перебила в блендере. Сейчас я перемешаю. Сухари панировочные для жарки, для обваливания котлеток. Я делала сама. В тостере поджарила хлебушек, перемолола тоже в блендере. Сухари готовы, не надо покупать. Вот так сейчас соль добавляйте по вкусу. И перец тоже. И сейчас одно яйцо сюда взагу. Вот и все буду хорошо тщательно перемешивать. Тщательно перемешиваю и буду формировать котлетки и обжаривать. Дам постоять фаршу где-то минут десять. Он настоится. И потом буду формировать котлетки и жарить. В жаркую погоду очень хорошо рыбные котлеты я люблю. Потому что не всегда хочется мяса, но хочется чего-то такого особенного. Поэтому котлетки очень кстати будут рыбные. Можно делать с любой рыбы. Если у вас есть стреска, делайте стрески. Очень вкусные котлеты. Я люблю очень рыбные котлеты. Вот так сейчас перемешиваю и оставляю на 10 жарить котлетки. Ложкой я их беру. Вот так вот обваливаю в сухарях и вложу на сковороду. Вот так. Они очень нежные. Мясо нежное очень. Буквально две-три минуты с каждой стороны обжарить достаточно. Потому что это не мясо, а рыба. они очень быстро жарятся. Вот так. И так все котлетки сформирую и буду обжаривать. Вот так вот с каждой стороны по две-три минутки. Котлетки очень нежные, поэтому я на большом огне сначала, чтобы они взялись корочкой и переворачиваю. И внутри оставались сочные. Вот так вот я делаю. Все. А потом можно чуть тише сделать огонь, чтобы они хорошо прожарились. На тарелочку я положила бумажное полотенце. Когда котлеты обжарятся, я буду доставать и ложить на бумажное полотенце, чтоб лишний жир стек. Эти обжарились у меня хорошо с двух сторон. Я аккуратно их достаю. Очень нежные. Ох, даже огломился кусочек. И на бумажное полотенце. Вот так вот. И так все котлетки буду жарить. Вот такие чудесные вкусные котлеты получились. Всем, кому нравится, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пробовали вы делать такой рецепт, готовить по такому рецепту? Понравилось вам или не понравилось? Я всем желаю здоровья, счастья, улыбок, радости в жизни, чтоб все у вас было хорошо. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok